Со страстной седмицей Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 17. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Почему для чтения в ночь Святой Пасхи выбрался такой отрывок Евангелия, где ни слова не говорится о воскресении Господа Иисуса Христа? Ну да, действительно удивительно. Мы привыкли к тому, что каждое евангельское чтение приурочено к каким-то событиям, празднуемым в том или ином празднике, в тот или иной день. И по такой традиции логично было бы, чтобы здесь говорили о том, что воскрес Иисус. Ну как и воскресенье читаются, да? В первый день недели и явился Мария Махдалини и прочее, прочее. То есть нам это знакомо по воскресным евангельским чтениям. Но здесь вот был избран совсем другой текст составителями богослужения пасхального. И в общем-то есть логика, конечно же, заложенная в этом избрании. Дело в том, что все, что здесь происходит в этом мире, оно, конечно же, происходит в связи с тем, что мы появились в этом мире, у нас Господь создал, создан весь этот мир для нас. И сам Господь здесь явился. И часто, когда я беседую с людьми, многие размышляют о том, как это произошло. Миллионы лет эволюции или какие-то другие научные открытия говорят о том, что вот так жизнь явилась или так вот все это происходило, и так что-то развитие происходило. Здесь нам дан четкий, ясный ответ, как все происходило. Что все произошло через Сына Божьего. Все, что мы знаем, все, что мы видим, все, что мы чувствуем и разумеем, все это было сотворено Богом. И здесь это прям четко и ясно сказано. То есть первопричина названа, которая явилась еще и в дальнейшем нашим спасением. Конечно же, невозможно разуметь Пасху, спасение рода человеческого от смерти, введение рода человеческого в Царство Небесное без первопричины, без начальной стадии появления человечества от сотворения Бога. И здесь даже есть какое-то такое пересечение с Ветхим Заветом. Он тоже начинается, что сотворил Бог небо и землю. В начале был свет и прочее, и дух носился над водой. В общем, там тоже было в начале. Но это было сказано Моисеем Пророком о начале тварных вещей, тварных существ и природы, и человека разумного, и ангельских сил. И здесь же в начале было слово. То есть здесь, собственно, даже не отсылает нас Иоанн Богослов не к началу творений, а к началу-началу, к самому Богу. К вечности, вне времени. Да, то есть Бог, Он существовал до сотворения даже самого времени. И понятие такого «время», когда, так сказать, не было ничего, и этого понятия тоже не было. Время, оно связано с материей, связано с каким-то движением, с какими-то изменениями. Бог, Он не изменен. То есть время существует только для нас, кто здесь живет, да, вот в этом земном мире. Да, те творения Божии, которые существуют и меняются, и проживают какие-то периоды своей жизни, они размышляют в таких, в рамках временных. А Бог, Он не живет, даже не то, что не размышляет, Он даже не живет во временных рамках, потому что у Него нет никаких рамок. Он вне этого. И здесь, ну, для, так сказать, простоты такой аналогии можно предположить, что вот есть аквариум с рыбками, да, и вот этими рыбками являемся мы. И наша Вселенная, в которой мы существуем, она вот этот весь аквариум. И чего за пределами этого аквариума рыбки не знают, так и мы не знаем, что за пределами этой Вселенной происходит. Но мы знаем, что регулярно падает пища этим рыбкам, да, приходит человек, хозяин рыбы, крыту, да, собственно, бросает и питание, и воду меняет, и все какие-то условия создает для того, чтобы эти рыбки жили и существовали. Вот так Господь, вне Вселенной находящийся и сотворивший всю эту Вселенную, этот наш аквариум, или там, как континуум-то, континуум, да, называет ученые этот мир. Соответственно, вот Бог, он вне его, и создаёт все условия для нашей жизни и спасения. В том числе и как раз Пасха, к чему, собственно, это и придёт в конце всего этого существования. А есть какой-то смысл в том, что вот это начало-начало, такой очень мудрый, да, вот этот такой замудрённый даже, такой отрывок евангельский именно вот в пасхальную ночь. То есть есть какая-то, может быть, историческая связь? Историческая связь с тем, что вот именно так начал Январь Господь? Ну почему именно в пасхальную ночь? Вот я просто знаю, что вот, например, раньше, это сейчас мы там крестим, например, круглый год, да, фактически, даже в Великий пост, наверное, крестят тоже. Да. Ну а раньше, я знаю, что в старые времена крестили там специально, даже до сих пор в литургии есть оглашенные, просвященные, то есть это вот... Ну здесь можно предположить то, что вообще Евангелие Иоанна Богослова, она читается, ну если по порядку читать сначала, идёт Матфей, там Лука, Марк и только потом Иоанн. То есть мы в течение всего года прочитываем все четыре Евангелия, и последним читается Иоанн Богослов, Евангелие его. И, соответственно, так как оно является самым сложным, то есть оно является, так сказать, не описательный характер носит, а богословский характер Евангелия. Духовное такое, да? Да, духовное начало такое, и связанное с жизнью Бога, с существованием Бога и нашим с Ним взаимодействием рода человеческого с Господом. Вот, конечно же, оно и предполагает подготовительную часть. То есть человек некрещённый, человек невоцерковлённый, человек, не знающий ничего, можно сказать, о христианстве, о каких-то элементарных законах, тех же заповедях Моисея 10 или о каких-то других духовных заповедях, ничего не знающий человек, он не поймёт Евангелие от Иоанна. А здесь оно читается как раз тогда, когда вот в круге церковном совершалось, по древним обычаям, совершалось крещение уже людей, оглашённых, потому что по древним традициям крестили не в течение всего года, а именно перед Пасхой, то есть в конце Великого Поста. И у нас даже есть в литургии специальные молитвы оглашенных, которые читаются только во время Великого Поста, чтобы в пятницу, в субботу перед Пасхой их крестить. То есть и они оглашались, они крестились, и в Пасху таким образом они уже входили подготовленными к восприятию этого самого высокодуховного Евангелия. То есть уже такие верные все собираются? Да, и верные, и просвещенные Духом Святым, потому что без благодати Духа Святого понять духовные истины невозможно. Человек плотской, у него нету даже той внутренней такой жилки, которая могла бы ему дать какие-то понимания. То есть без благодати Духа Святого человек не может воспринять, у него нету этого объема, чтобы в него вливать эта мысль. А жилка есть в каждом человеке? Значит, но тот человек, который рожден от плоти, есть плоть, как сказано в Евангелии. А тот человек, который рожден от Духа, есть Дух. То есть, соответственно, духовный человек, он и может духовные воспринимать. А плотской человек, он не может плотской воспринимать. А есть из плотского в духовное? Каждый может? Переходить из плотского состояния в духовное каждый желающий может. Именно для этого Господь и дал крещение. И это то, с чего он начал свою проповедь в земном мире. То есть он крестился, Латвя на крестителя на Иордане, и потом уже пошел на проповедь после 40-дневного поста в пустыне. Соответственно, и здесь мы следуем за Христом. Так же и мы, как раньше, конечно же, крестили, пост 40-дневный соблюли и вошли уже в церковь. То есть уже для восприятия Слова Божьего все было подготовлено. То есть душа человеческая, попостившись и покрестившись, она была готова воспринять эти словеса Божественной истины. Но крещение, да, оно еще не подразумевает, что человек будет духовным. То есть разница... Ну, это необходимые условия, но недостаточно. То есть начальное, да? Да, это то, что необходимо сделать, но недостаточно, потому что человек, ну, если вот он поступил в институт, это же не значит, что он будет хорошим специалистом. Необходимо поступить в институт, чтобы быть специалистом в своей или иной области. Но если ты не будешь учиться, если ты не будешь ходить на занятия, если ты будешь пропускать, и там тебе будут, так сказать, двойки ставить, то ты специалистом-то не станешь. Может быть, ты закончишь, так сказать, ходобедное заведение учебное, тебе даже диплом дадут специалиста, но ты не будешь именно специалистом по качеству, ты просто по бумажке будешь. А наш главный учебник – это Евангелие. То же самое и здесь. Мы точно так же приходим в этот институт духовной жизни, в Церковь Христову, через крещение. Мы входим. Экзамен сдали. Вступительный, да. Первый экзамен сдали, но там еще ряд экзаменов идет, как и в любом институте. В течение пяти лет регулярно сдаешь каждый семестр, в году два семестра и так далее. А в течение жизни огромное количество семестров, в духовном смысле этого слова, и огромное количество экзаменов человек сдает в течение всей своей жизни, которая является институтом духовной жизни. То есть мы, некоторые из нас прогульщики, некоторые, так сказать, троечники, там, хорошисты. Некоторые отчислены. Да, а некоторых отчисляют, да. Но это уже смерть, кончина тогда человека происходит. А некоторые отличники, это клик у святых, причисляют таких, которые этот институт закончили на хорошо и отлично. То есть от нас зависит, от нашего желания. От нашего желания зависит, как загончить земной институт с хорошими оценками, с хорошими знаниями выйти из него, так и институт жизни нашей, церковной жизни, духовной жизни. То есть точно так же от нас зависит, как мы его пройдем, как мы его сдадим и чему научимся. Будем учиться. Вначале было слово. Слово даже с большой буквы написано, да? Вот давайте прям будем по предложению. Ну, слово с большой буквы написано, потому что это имя, одно из имен Иисуса Христа. Потому что Бог – слово, да? Бог – Отец, Бог – Сын. Еще одно из имен Иисуса Христа. И Бог – слово, это также относится к Иисусу Христу. И Бог – Дух Святой, то есть Троица. Вот слово здесь подразумевается в контексте греческого перевода «логоса». То есть «логос» по-гречески – это не просто слово, которое там состоит из букв, это смысл, который несет в себе какое-то то или иное название, та или иная формулировка. То есть полный смысл, не разделенный на части, а именно всеобъемлющий смысл, ну, допустим, яблоко. Мы четко понимаем, что под этим словом скрывается, вот, можно сказать, смысл, логос, яблоко. Что это такое, какой вкус, какой цвет, какие там есть плюсы и минусы, то есть как оно произрастает. Мы все объемлены одним словом – яблоко. Точно так же и в других моментах есть логосы отдельных творений, да, ну, ангел. Это вот, опять же, одно слово дает нам понимание, кто это такой. То есть в этом логосе, в этом смысловом, так сказать, формате, в объеме этого смысла находится огромное количество других качеств, которые мы туда вкладываем. Вот, ну, это все с маленькой буквы, что ангел, что яблоко – это все с маленькой буквы. А вот все, что касается божественного существа, божественной жизни, божественного естества и качеств божественной природы, вот оно здесь в этом, в коротком слове, с большой буквы, оно содержится. То есть это логос Бога. И очень трудно это воспринимаемо. Не зря я начал с того, что Евангелие от Иоанна – самое сложное для понимания разумом, потому что оно богословское имеет такое существо, которое нас непосредственно подводит к пониманию божественной природы. А все, что касается божественной природы, человеческого ума очень трудно воспринять, потому что мы в своей жизни редко с этим сталкиваемся, и мы размышляем-то о простых вещах, о простых материях, а вот о Боге мы, к сожалению, и очень редко, а то и вообще никогда не размышляем и не представляем, какие же качества есть у Бога, какие требования у Бога к нам, какие желания и какие исторические события связаны с богообщением человечества. То есть множество вещей, которые мы даже не прикасаемся к ним своим умом, и, к сожалению, это закрывает для нас огромное количество наших же внутренних переживаний. То есть мы таким образом, можно сказать, деградируем. То есть у нас сокращается наш кругозор до предметов материальных. Ну, стул, стул, еда, поспать и прочее. Мы сейчас к материальным вернёмся. Значит, вот Господь нас на слово. Вот есть какая-то связь с нашим, с материальным словом? То есть для нас восприятие то, что мы передаём друг другу какую-то мысль, да? Конечно, есть и здесь отпечаток божественной, так сказать, природы в этом творении, потому что Господь, Он разумен. И этот разум Бога Отца проявляется в Боге Слове. То есть Он через Слово Словом сотворил мир. То есть мы познали Бога Отца через Бога Господа Иисуса Христа. И Бога Отца познать можно только через Сына, через Слово. То есть воплощение, да? Да, воплощение Его, в очеловечении Его, да, в Иисусе Христе. Соответственно, ну, если умолить, то мы точно так же через слова понимаем разумность или неразумность того или иного человека. Мы понимаем логичность или нелогичность тех или иных событий. Мы понимаем правильность или неправильность… Сами можем выражать что-то, да? …каких-либо обстоятельств жизни. Мы сами можем то, что у нас внутри сложилось, какое-то понимание, мы его можем выразить чем? Только словом. А это из сердца исходит, да? Как говорят, что… Да, от полноты сердца глаголит уста. То есть глаголит уста, то есть слова производят, наша речь происходит из сердца человеческого, да? Как и хулы, как и какие-то скверные слова так же из сердца происходят, так и добрые, благие слова любви так же происходят из сердца человеческого. И это как раз слово, это и есть выражение нашего внутреннего содержания, нашего внутреннего естества. Вот здесь Бог-слово есть выражение Бога-отца в какой-то степени, насколько это приемлемо приложить к божественному естеству. Да, сам Господь назвал словом, а как мы не следим над своими словами? Ведь мы тоже дадим ответ на страшную судье за каждое праздное слово. К сожалению, мы даже не замечаем и даже не подразумеваем, что этим можно грешить. Ну, а что я такого сказал? А что я что-то такое сказал-то? Да нет. А когда начинаешь человеку объяснять, а ты вот осудил, а ты вот там раздражился, а ты сквернословил, там кто-то даже проклинал, там даже своих детей, там родители иногда проклинают, и не считает, что это грех. Ну и что? Ну и что такого-то? Ну, он же меня там расстроил, я ему вот в ответ что-то выпалил. Ну, тут выпалил, а тут уже и похвалил его. А оно так не происходит, оно записывается, все это записывается в книге жизни человека. И от этой книги жизни в дальнейшем, ну, опять же, если проводить институтскую аналогию, то есть зачетная книжка, в которой записываются оценки по каждому предмету, да, и потом в конце подводятся итоги, какой диплом человек получает, красный диплом, или там обычный, или вообще не может получить, потому что у него там масса незачетов и пропусков экзаменов, то есть тогда человек просто не допускается до дипломной работы, пока не доздаст эти все предметы, на которые нет оценок. То же самое и здесь. Книга жизни, она суммирует все наши слова, все наши поступки, действия, желания, и все это вписывается в нее. И, конечно же, в итоге, к концу нашей жизни, это зачетка, книга нашей жизни, она также с нами идет в тот мир, и там ее уже рассматривает сам Господь. Как преподаватель, который здесь нам преподает свое учение, свое богословие, свое Евангелие, этот преподаватель с нас потом и спросит, как мы этот предмет изучили. Да, и как важно понимать друг друга, да, вот мы говорим с вами на одном языке, а вот, например, Господь, да, мы знаем, когда Вавилонскую башню начали строить, да, Господь, чтобы замыслы их все разрушить, Он просто дал, что они встают говорить на нравственных языках и не понимают друг друга. Да, было такое наказание, да, когда по гордости человечество решило построить башню до небес, причем остатки этой башни сейчас можно найти. Это Месопотамия тогда называлась, а сейчас это Ирак. Около Багдада есть фундамент этой башни до сих пор, он в виде холма, и там даже раскопки археологии проводили, то есть вот то самое столпотворение, то есть творение столпа родом человеческим. Оно закончилось ничем, потому что Господь прекратил это строительство тем, что люди перестали друг друга понимать, то есть появилось много языков, и когда много языков появилось, просто перестали понимать, а что делать-то. То есть этот тащит кирпич, а он говорит, а этот ему говорит, давай цемент, а этот не понимает, что цемент нужен, несет ему деревяшку какую-нибудь. Все, все разрушилось. То есть любое человеческое общество, оно строится на взаимопонимании, на каких-то общих целях и на словесном, на коммуникациях словесных. Вот эта коммуникация как только нарушается, как только слово прекращается между людьми, все, ну, как даже в семьях или на работе, у нас непонимание с моим супругом или с моей женой. Вот полное непонимание. Мы говорим на разных языках, да, знакомая фраза. Это мы выражаем как раз то же самое. То есть мы говорим на разных языках. Вот начальник, я подчиненному говорю, а он меня не понимает. Ну, приходится ее уволить, и я беру того, кто меня понимает. Вот хотя говорят все на одном языке, но оказывается даже при этом условии, что мы говорим на одном, на русском языке, все равно бывает, что не понимаем друг друга. К сожалению, это вот непонимание, оно от внутреннего происходит содержание. То есть наше сердце, оказывается, может по-разному интерпретировать то или иное слово, то или иное понятие. И, соответственно, по-разному реагировать, не так, как я, вот реагирует другое. То есть, ну, самый простой пример – это кто-то при слове «Господь» перекрестится, а кто-то поморщится, да, вот просто такое прям противоположное действие. У кого-то благоговение вызывает это слово, а у кого-то неприятие и отторжение от одного и того же слова. Точно так же, если брать совсем упрощенный вариант, ну, кто-то при слове «водка» захочет выпить, а у кого-то там стошнит, от одного слова будет плохо. То есть вот эти разные реакции, они зависят от внутреннего содержания человека. И здесь мы приходим к тому, что чтобы мы все были единомысленны, надо иметь не только един язык, но и еще и единый дух. То же самое сейчас вот с нашим государством происходит много таких моментов, которые не всем понятны. Кто-то, наоборот, все ясно и понятно, и идет, и защищает, и патриотически настроено, а кто-то говорит, да нет, а зачем все это, это не нужно. То есть вот разный дух и разное восприятие той или иной ситуации того или иного слова. А почему такой вопрос? В пасхальную ночь Евангелие читается на разных языках. То есть и на русском, ну, на церковнославянском языке, ну, это наш язык, и на других все тоже. Ну да, там и греческий, и латинский, и еврейский, и английский. То есть все языки можно привлечь. Ну, это как раз здесь прямо противоположное то, что я до этого говорил, что как непонимание из разных языков. Здесь как раз мы показываем, что на каком бы языке не читалось Евангелие, верующие люди, истинно верующие, они единомысленно даже на многих языках говорят об одном и том же. То есть читается Евангелие на разных языках, а понимается одно и то же. Что на английском, что на латинском, что на греческом. Один и тот же смысл воспринимается у человеков. Хотя вот этот обычай, он с X века, по-моему, введен был в Византийскую церковь. И сначала читали на двух языках, на латинском и греческом, потому что тогда империя как раз состояла из двух половинок Римской империи. То есть это Римская церковь и Византийская церковь, Константинопольская. И поэтому Рим, он на латинском, а Константинополь, он на греческом. Но потом расширили это понимание до более глубокого, и вспомнили, что Господь говорил на греческом, древнегреческом, на еврейском языке, арамейском языке, и этот язык ввели. А потом, когда Евангелие стала распространяться по другим народам и народностям, у немцев на немецком, у русских на русском и так далее, все больше и больше языков входило в зону христианизации. И поэтому читали на все больше и больше количества языков. Вот такая традиция. А как вообще выбирается? Что? А как вообще выбирается в храме, когда прочитают, например, на церковном славянском, а потом второй уже на выбор настоятеля? Как это все происходит? Ну, это по послушанию. Кто знает английский, ну, тому значит английский. Кто знает латинский, там латинский дается. То есть тут уже как благословят. То есть не обязательно? Нет, это не является каким-то, вот, ты должен выучить к Пасхе греческий язык, чтобы на нем прочесть. Нет, это уже по просьбе и по такому взаимопониманию выбирается. Дальше мы. В нем, то есть в Господе, да, была жизнь, жизнь, была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Значит, ну, здесь речь идет о свете разума. Не свет, который мы, опять же, материальный свет, который от солнца, или там от прожекторов, от лампочек происходит, а свет, который просвещает не внешнее материальное, а внутреннее духовное понимание. То есть светом разума, да, светом нетварным подразумевается здесь вот эта фраза. То есть мы нетварным светом, светом духовным, светом фаворским можем просветить свою душу, потому что, ну, как в темноте материальный человек теряется и не знает, куда идти ему, и спотыкается в слепоте, в темноте, то есть даже не понимает, что там какое-то бревно лежит, какая-то яма у него или еще куда-то. То же самое можно совершенно четко такую же аналогию принести и к человеку, имеющему тьму разума. То есть когда человек не понимает, что есть правильно, что есть неправильно, что хорошо, что плохо. Знаете, как в том стихе, что такое хорошо, что такое плохо, да, вот этот вот вопрос, он звучит, собственно, с детства в каждом из нас, и здесь определить истинность нравственных ценностей, истинность каких-то исторических событий, истинность духовных моментов, истинность веры, истинность надежды, истинность спасения рода человеческого и отдельно у каждого человека. Это можно произвести, понять, то есть разуметь, только в свете истины, в божественном свете. Ну, такую аналогию приведу. Вот если взять, допустим, то же самое яблоко, о котором мы уже говорили. Оно вот... Мы знаем все, как оно выглядит, какой у него цвет, и мы знаем, как определить, что оно зрелое или не зрелое, что оно гнилое или не гнилое, то есть у нас уже это заложено в памяти. Но если мы это яблоко осветим фиолетовым светом, то мы даже зная это, мы не поймем, какое оно, зрелое или не зрелое. Оно будет фиолетовым, сгнило оно или не сгнило. Если мы его красным осветим, то опять не поймем, если мы зеленым, опять не поймем. И только в белом свете мы можем понять качество этого яблока и все его составляющие То есть можно его есть или нельзя, или его надо выбрасывать То есть белый божественный свет, он дает нам истинное понимание того или иного события Того или иного творения, того или иного какого-то действия И это внутреннее понимание, и внутренний божественный свет, фаворский такой нетварный свет Он нам ту тьму, в которой мы не понимаем, что происходит И почему так мне не везет, и почему у меня какие-то события, череда событий, которые я даже не знаю, откуда они на меня сыпятся Это во тьме только человек может так рассуждать Как только божественный свет приходит в душу человека, он сразу понимает А, так это из-за этого со мной произошло, а это из-за этого А здесь мне туда нельзя ходить, потому что там я опять получу, так сказать, по голове граблями И так далее То есть как только свет включается в душе человеческой У человека все становится ясно и понятно И от этого происходит спокойствие души И предсказуемость действий, разумность действий Как только в душе все темнеет, свет исчезает, человек ничего не понимает Начинается паника, страхование, начинаются какие-то действия неразумные И приводят к плачевным последствиям Дальше апостол Иоанн Богослов вводит нам Иоанна Крестителя Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн Почему он так вот об Иоанна Претечи? То есть его так глубоко почитали? Действительно, если читать этот отрывок, то мы видим, что здесь как бы Три части описательных Первая часть – это о Боге Начало Вторая часть – это Иоанна Претеча описывается И третья часть – это все мы Что мы призваны стать чадами Божьими Не от плоти, не от мужеского хотения, а от Духа рождаемся Почему Иоанн Претечу здесь упоминает? Потому что, конечно же, невозможно говорить о Господе Иисусе Христе без Его Крестителя Так как о Нем говорили еще пророки за тысячу лет до Рождества Христова Что будет ангел предшествовать Господу и сделать его, так сказать, пути прямыми Подготовить народ израильский к приятию Мессии И этим ангелом как раз и был Иоанн Претеча И, соответственно, без упоминания о нем был бы неполный разговор о предшествии Мессии в этот мир Ну и второе – то, что Его называют ангелом во плоти Потому что Он жил не по своей воле Он говорил не то, что Ему хотелось говорить Он делал не то, что Ему хотелось делать А то, что Ему говорил Господь, то Он и говорил То, что Господь Ему повелевал, то Он и делал Собственно, как ангел и живет Почему Его ангелом называют во плоти? Потому что Он жил по воле Божией и совершал только то, что Ему Господь открывал Как, собственно, ангелы и живут Они всегда в воле Божией пребывают Они не говорят то, чего им хочется Они говорят только то, что им Господь дает сказать роду человеческому Так и Иоанн Претеча Поэтому здесь в качестве такого примера для подражания Нам говорится про Иоанну Претечу Что Он был человеком И, соответственно, то, что с Ним произошло То может произойти с каждым из нас Было бы желание Да И третья часть, как Вы сказали Что Слово стало плотью, обитало с нами И те, кто приняли Господа Кто же, кто это, кто такие люди Которые, вот даже чад Божий об этом говорится Ну, действительно, вот Когда вдумываешься в эти слова Что те, кто верует в Бога Бог дает им такую возможность Стать детьми Божьими Ведь все мы творения Божьи То есть мы не дети Божьи Мы всего лишь Его творения Так же, как и вся природа И все существа И живая, неживая материя Все, что в этом мире есть И звезды, и растения И животные, и птицы, и рыбы Все это творения Божьи И мы также являемся творениями Божьими По плоти Но, оказывается, мы можем Не только быть сотворены Богом А мы еще можем и родиться От Бога Удивительно То есть мы таким образом Становимся детьми Божьими Значит, в нас, кроме тварного естества Может родиться и нетварное естество Божественное естество Но нетварное То есть мы в себя можем принять Частичку Господа При крещении То есть когда мы крестимся Благодать Духа Святого в нас Ходит через это таинство Таинство миропомазания Таинство крещения И мы причисляемся к детям Божьим То есть мы рождаемся уже не от матери По плоти А рождаемся от воды и Духа Святого И вот это удивительное таинство Которое в голове не укладывается Как это я могу измениться Все в этом мире также ищут Как бы нам измениться в лучшую сторону Кто-то там перед зеркалом красится Чтобы лучше быть Кто-то там идет, поступает Какие-то институты заканчивать Чтобы быть умнее Чтобы быть грамотнее Кто-то идет в какие-то спортивные секции Чтобы быть сильнее, здоровее, крепче Красивее телом То есть мы все хотим измениться в лучшую сторону Не в худшую Никто не хочет стать бомжом Спиться алкоголиком Или наркоманом стать Нет, это уже происходит как-то по другим причинам Желания у всех у нас хорошие и правильные Быть лучше и измениться в лучшую сторону Но вот к тому, что нам можно Из творения Божьего стать чадом Божиим Вот об этом опять же никто не задумывается И именно для этого мы крестимся Когда приходят люди в церковь На собеседование перед крещением Я многих спрашиваю С кем собеседование провожу А зачем мы крестим детей? Зачем мы крестимся? Ну и кто там Кто что говорит? Ну, такая традиция Вот так все делают Ну, кто как отвечает И мало кто отвечает Мы даем родиться ребенку Духовно родиться и стать Не моим ребенком Отца и мамы А стать ребенком Божиим Вот это надо четко понимать И здесь, конечно же В третьей части этого Ивановского чтения Это как раз фраза Она просто поражает своей глубиной И теми дарами Благодати Божией Которые мы принимаем Но даже не осознаем их И тем более не оцениваем Даже такое выражение Очень интересно Благодать Восблагодать То есть благодать на благодать Мы принимаем Ну да То есть благодать Умноженная на благодать То есть даже неизвестно В каком порядке увеличивается То есть не просто благодать Ну вот Сверх всего Да А это Вот сколько ты можешь вместить Вот столько тебе Господь и даст И сверх этого даст Лишь бы ты вместил То есть через край будет литься Ну если брать душу нашу Как сосуд воспринимать То он имеет границы Он имеет конечные пределы Своя душа И вот этот объем нашей души Господь полностью заполняет благодатью Лишь бы мы ее открыли Для него И создали возможность Для такого дарения Благодати Божией Ну и конечно потом Важно ее и сохранить еще Потому что мало ее получить Надо ее еще сохранить Не потерять через грехи Через страсти Через какие-то дурные поступки И вот здесь мы как раз Опять соприкасаемся Ну кому царь дарует свое богатство Конечно своим детям Если брать мирского царя Он же не дарует свои богатства Ну каким-то вот с улицы Пришедшим первым встречным Нет Он своим детям передает царство И все богатства своего царства Передают своим детям Вот то же самое здесь Царь царей И Господь вселенной Он дарует своим детям То есть нам Которые крестились Которые воцерковились Которые ходят И там причащаются И молятся Вот нам Своим детям Господь дарует Величайшие дары Величайшие богатства Которым завидуют Даже падшие ангелы Уж У них-то Величайший разум был данным И знания Они видели Как творил Господь вселенную То есть они знают Все практически Об этой вселенной И всю историю человеческого рода Они знают То есть Таких знаний нету ни у кого На земле Из рода человеческого А у них это все есть Но они нам завидуют Хотя мы и не имеем Ни знаний этих Ни там Талантов каких-то Ангельских Но они нам завидуют Потому что нам дано Больше намного Чем им дается А что нам дано Нам же не даны Там сокровища Денег много Как сейчас говорят Там например Там дворцы какие-то Что дает благодать Но благодать Она сама То есть благое Дарование То есть Деньги Их можно и во зло Обратить А вот благодать Во зло Обратить невозможно То есть Начнем с этого Первое Второе Ну с чем можно Сравнить жизнь Вот нам Господь Дарует жизнь Сначала телесно От родителей Нас сотворяет Да И мы видим Этот мир Этот свет Божий Эти Различные творения Божьи Восхищаемся Из небытия Мы вот То есть Нас не было Вот Ну меня не было Да Какой-то там Несколько десятков лет назад Я не существовал Потом я вдруг Появился на свет Этот И Стал Восхищаться И видеть И чувствовать И осязать И обонять Все что здесь Есть И все что Господь сотворил До меня Соответственно Это Это дар Божий Это благодать Божия Сама жизнь Человеческая Это благодать Божия Свобода выбора Это тоже Благодать Божия То есть Я свободен В своем выборе То есть Я не раб Я не живу По какой-то программе Что вот Мне запланировано Там вот Столько-столько Сделать Вот сюда Прийти И тут умереть Нет У меня Есть свобода выбора Я могу Пойти по этой дорожке Могу пойти по той дорожке То есть Это тоже Благодать Божия Она Божественная Потому что Свобода выбора Только у Бога есть Да Сам Господь Свободен В своем выборе И в своих решениях Он и нам Даровал эту свободу Наших решений И нашего выбора Далее Господь вечен Да Это величайшее Конечно же В нашем человеческом понимании Величайший дар Быть вечно Но И мы Вечны Несмотря на то Что мы Разделяемся В момент Кончины Земной С телом Душа-то Она Остается Чувственной И Думающей И Действующей То есть Душа Не теряет Своих способностей Она не исчезает Никуда То есть Мы вечны Как и Бог Это тоже Дар Божий Величайшая Благодать Которой Нет Например Там У растений Или У животных У птиц Рыб Нет Они вот Живут здесь И потом Исчезают При своей Кончине Распадаются И ничего От них Не остается А мы Не исчезаем То есть Если мы Родились Мы уже Вечны Вне зависимости От того Умрем мы Здесь Телесно Или не Умрем Мы вечны Другое дело Что Хотелось бы Чтобы эта Вечность Прошла Все-таки С Богом В Царстве Небесном А не В Аду И вот Об этом Стоит Задуматься И это Опять же Дар Божий Потому как До того Как Господь Воскрес Все шли в ад Все И пророки И праведники И грешники Все Шли в ад Никто Не мог Войти В Царство Небесное Только два Человека Туда Еноха И Илья Которые Не прошли Смерть То есть Душа У них Не отделилась От тела Их Господь Поднял Царство Небесное В телесном Так сказать В телесном Их Обличье И Два Человека Всего лишь Все остальные И то говорят Что они должны Все равно Пройти И все равно Они пройдут Через смерть При апокалипсисе Когда В Иерусалиме Они столкнутся С Антихристом И он их убьет Таким образом И они ощутят На себе смерть Разделение тела От души То есть Они через Этот Этот экзамен И они сдадут В этом институте Значит Не прогуляют Его Как Мы прогуливали Соответственно Таких Моментов Как Сосложение То есть Обожествление Души человеческой Естества человеческого При причастии И ангелы Желают К этому Приникнуть У них Такой возможности Нет Как мы То есть Причащаться Телой крови Христовой Дано Роду человеческому И Это тоже Величайшая Благодать Общение С Богом Ведь Мы Часто Лентянищем И не молимся И Богомыслием Не занимаемся Не думая о Боге Вообще Забыли о нем Все Только как в магазин Вот надо Ой Надо на работу Ага Пойду свечку поставлю Надо там Что-то Чтобы выздороветь Ага Надо свечку поставить Записочку написать То есть Как в магазин Ты я Ты мне Я тебе Вот Конечно же Это неправильно Это величайшая Благодать Возможность Общения с Богом И Ею надо пользоваться Мало того Сам Господь К этому призывает Просите Дастся вам Ищите Обрящите Стучите И отворят вам То есть Мы Вот Имеем дверь Но мы ее Не открываем Лентяничем Или В суете Своей Погрязли Ну и дары Да Которые Описывают И апостол Павел Да Описывают Когда благодать Дары Святого Духа Это и любовь Долготерпение Ведь кому они Не нужны Потому что В любой ситуации Чтобы не вспыхивали А всегда у нас все это Как в море погашалось Но Высший из даров Это конечно любовь Почему Потому что Бог есть любовь И если Бог Нас Считает Своими детьми То он и нам Эту любовь Дарует Другое дело Что мы вмещаем Ее или не вмещаем Или Мы ее Отторгаем от себя Своими какими-то Размышлениями Гордостью Тщеславием Саможелением Или обидами Каким-то Или гневом Или еще чем-то Вот это уже другое Но Господь нам Дает возможность Любить весь мир Всех людей Все что Все что есть Так сказать Перед нами Вокруг нас Мы Имеем Эту возможность Но мы Ею не часто Пользуемся К сожалению А то и некоторые Вообще не пользуются Некоторые считают Что любовь Это вообще слабость На самом деле Это величайшая сила Потому что Кто сильнее Бога Никого А Бог Есть любовь Как же тогда Любовь может быть Слабостью Вот Это надо тоже понимать Ну а Другие добродетели Которые перечисляли Здесь сейчас Конечно же Это тоже дары Божии Ну Что такое надежда Надежда Это Упование на Бога Это величайшее качество души Когда человек Никогда не унывает Когда у него Всегда радостно И он Четко понимает Что Господь Всегда рядом с ним Всегда поможет И всегда надеется Человек на Господа Это дар Божий Или Терпение Да Тоже дар Божий Или Смирение Величайший дар Божий Ну и так Вера Тоже дар Божий И это все дары Нам Они Во-первых Все Такие Не телесного Характера А Духовного Свойства Имеют И за счет этого Они Становятся Вечными Потому что Если бы они были Просто телесными дарами Ну прямо Вот Даровал Господь Мешок Золото Ну вот Оно сейчас есть А через какое-то время Его там Кто-то украл Там Или пропил Человек Это золото И все Оно исчезло Причем Исчезло Часто Во зле То есть Ну если пропил То он еще За счет этого золота Не только Не только Ничего хорошего Не сделал Он еще И себе Здоровье Подорвал А вот Надеждой Верой Или там Терпением Или смирением Ты не подорвешь Себе Ни здоровье Ни каких-то Духовных сил Там Или жизни Ты не отнимешь У себя А наоборот Прибавишь Поэтому здесь Вот надо Из этого исходить Дарование благодати Это дело Господа Да Но можем ли мы Как-то способствовать Благоизлиянием Нас Милости Божией Безусловно Потому что Повторюсь Мы дети Божии И Господь нас Насильно Никуда не тащит То есть Мы Нет такого Что нас раз На цепочку Как собачку И потащили В нужном направлении Нет Господь всегда Нас призывает Пойдемте Не соблаговолит ли Так сказать Вот Войти в эту дверь Не соблаговолит ли Вот человек Вот принять вот это Там Причаститься Там Помолиться Там Исповедаться Пособороваться То есть Господь зовет А мы Зовет к чему К восприятию Еще большей благодати Не съездит ли Не захочет ли человек Съездить на какие-то Святые места Чтобы Соприкоснуться С той Великой благостью И святыней Которая находится Там или там Ну например Там В Иерусалим Там Или Соловецкий монастырь Или там Какие-то другие святыни К мощам приложиться Святых угодников И через это Тоже получить Внутреннее Благодатное состояние Но мы Не хотим И если Господь нам Дарует Эту возможность То есть Он нам дает Это Но если мы В этом Не соучаствуем То мы Этого Не получим Поэтому Необходимо Соучастие Такая Синергетика То есть Синергизм То есть Мы должны Вместе С Богом Трудиться В этом направлении Тогда то Что Господь нам Дает Мы будем Получать И Внутри Накапливать Если же мы Этого делать Не будем То само по себе Но туда складываться Не будет Ничего Осталось полтора минуты Нас еще ждут Все-таки Впереди Страсти Господни Да Вот Несколько слов Ну да У нас Среда Четверг Пятница Вот Три таких Тяжелых Дня Который Вспоминается Предательство В среду Предал Иуда Господа За 30 Требреников В четверг Была Тайная Вечеря И Господь Омыл Многие В том числе Иуде Всем апостолам Да А после этого Они все Разбежались От него После Молитвы В Гефсиманском Саду И он был взят Под стражу В четверг Ночью А в пятницу Его предали Неправедному суду И распяли На кресте И в огробе Потом он был положен В субботу Соответственно Мы Плащанице Поклоняемся Когда приходим Освящать куличи В храм То мы сначала Идем к плащанице А не сразу Куличи ставим К плащанице Надо приложиться То есть Как бы посетить Тело В огробе Лежащее Господа И эти все события Конечно же Они горькие Они страшные Для апостолов Были Они были в шоке Они были В унынии И плакали Все эти дни И нам бы Прочувствовать Все эти Эмоции Все эти Страдания И Господа И Матери Божией И апостолов Для чего? Для того, чтобы Более полно Воспринять потом Радость Когда они Увидели Воскресшего Христа Вот через это Надо тоже пройти Благодать на благодать Благодарю вас Отец Имени Что вы к нам приехали Приезжайте еще Спасибо Господи До свидания На сегодня все До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...